Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миру мир нет войне! И вот именно такие сегодня резкие у меня будут тени на уличном тесте. Вообще, честно признаться, я даже не помню, когда я в прошлый раз здесь был. У меня очень давно не получается выйти на улицу потестировать. Плюс, честно говоря, количество ножей, которые встали в очередь на уличный тест, я не знаю. Но, с другой стороны, будет чем заняться на пенсии. Поэтому я не стал там как-то особо заморачиваться. Я просто сегодня взял то, что мне наиболее интересно. Конечно же, мы начинаем с улулы, линза. То есть, в принципе, тестировать сов на улице, это занятие совершенно неблагодарное, скучное, рутинное, бессмысленное. Почему? Потому что, на самом деле, эти ножи, они безупречные. Они реально безупречные именно где-то вот на улице, где-то в аутдоре. Поэтому сегодня наша совушка просто приготовит дощечки для остальных, для складных ножей. Ну и начнем мы с веревки, чисто так, ну почему бы и не начать, как говорится. Вот. Единственный вопрос для меня сегодня, именно практический, это насколько у нас линза выдержит встречу с какими-то твердыми деревяшками. Все остальное очень... Сука. Все остальное очень предсказуемо. То есть, в принципе, All Knife, вы знаете, что, ну, постоянные зрители мои, они знают, что у меня есть такая подрубрика, как золотой фонд. Ножи, которые показали себя просто не просто там хорошо, а как-то исключительно безупречно, они идут в золотой фонд. Вот конкретно All Knife и еще, может быть, ну, один производитель точно, я не буду сейчас устраивать конфликт интересов, я думаю, все поняли, про кого я говорю. Это можно просто так, выходишь, включаешь камеру, показываешь All Knife у Lula F, золотой фонд, все, пока, и выключаешь. Тени у нас бегают, перчатки у меня под рукой, но пока без перчаток. Вот, и чтобы вы понимали всю глубину глубин, конечно же, мы будем использовать систему клинив, мне нужно накромсать какое-то количество дощечек из этого полена. В принципе, батонинг дело очень глупое, тем, кто сейчас скажет, типа, Дурила, для этого нужен топор, я с вами полностью согласен. Все, что мы сейчас делаем, это исключительно такая тестовая глупость. Так вот, как вы видите, у нас клинок этого ножа, ну, я верю в сов, как говорится, но клинок этого ножа, он даже меньше по диаметру, чем само полено, поэтому здесь без клиночков не обойтись. Плюс, что-то последнее время, вот эта вот березонька, она норвежская, она всегда была такая у нас довольно капризная. Но последнее время она как-то совсем стала прям тяжела в обработке. И что, это кого-нибудь останавливать? Нет, конечно. От этого становится даже интереснее. Так, сразу подготовим небольшой клинышек. Ну, по ходу пьесы вы понимаете, что все это режется, нарезается, что это все так или иначе дает нам понимание именно того, как нож работает. Вот, мне кажется, что первые уже сразу же... Ладно, бумажка... Бля, я бумажку забыл, ребят, сейчас я посмотрю в другом кармальчике. Вот это будет неприкольно. Так, жопа, жопа. Сегодня без бумажки, я бумажку не взял. Так что, если приспичит, придется нарезать тонким слоем, как его, бересту. Ну, как говорится, без бумажки ты какашка, но это, конечно же, не повод сейчас все бросить и идти домой. Вот как здесь сделаешь клин? Здесь уже не хватает длины клинка. Клинка не хватает даже на то, чтобы сделать клин сам по себе. Так. Ну, если кто-то думает, что просто готовьтесь, это будет долго. Это будет долго, нудно. Потому что, как правило, такие мелочи меня не останавливают. Не так, не так. Ладно. Пробуем с другой стороны. Добываем дополнительные клиночки. Ну, вот нам, предположим, приспичило. предположим а топора нет и что делать тогда делать я надеюсь вы видите вообще тот акт вандализма который сейчас происходит почему потому что по факту я луплю в самый 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 кончик по-другому никак у меня здесь торчит из полена сантиметра полтора всего клинка и поэтому те кто в теме сейчас понимают что нагрузки на нож нагрузки именно на режущую кромку идут просто нереальные и вот таким образом срежем и будет у нас клинышек кстати говоря затея была глупая почему потому что короткий клин здесь походу особо и не справится но посмотрим продолжаем добывать досочку с другой стороны вспомнился мне один случай когда я вот так вот добывая клин шмякнул себе по пальцам так с такой силой было просто небо в алмазах по-другому не скажешь так кому нравится как я выстругиваю всякие разные лопатки ребя смотрите внимательнее в кадр потому что изготовление вот этого вот клина суть по сути есть аналог вырезания вот этой лопатки что сегодня у нас совершенно другие задачи нож строгает просто изюмительно как сказал бы павел вальдемарыч так и сейчас у нас там на горизонте маячит очень серьезный сучок эти ну вот то здесь сказать что читер какой на хрен читер куда куда лупить то с учетом того что здесь то вообще-то у нас чоил сказать то можно все что угодно некоторые последние события да ну нахер что ж ты будешь делать так уговорил ну уговорил некая условная здесь дощечка появилась в кадре давайте дальше мы совершенно спокойный я бы этот нож назвал кемпинговым или же как раз таки охотничьим хорошем смысле то есть в таком именно не мародерском смысле не каком-то там извращенском смысле охотничьим именно с точки зрения так внимание продолжаем экзекуцию поеду в этом году в норвегию в отпуск надо будет еще набрать такой березы вот и здесь именно такой или спокойный шкуродерский интерес или именно что какой-то кемпингово-хайкинговый назовем так что ж ты будешь делать то как прям как по фильму на камнях растут деревья вот они на камнях такие растут что потом хрен разботонишь ох тяжело и неказисто жизнь туриста и милитариста других слов ты не найдешь только матерный так ладно мы под задержались дадим еще гарри давайте для тех кто в теме совершенно понятно что вот эта штучка это по сути практически гвоздь говоря вчера поймал гвоздь на колесо блин как мне понравилось приехал в незнакомый сервис просто вот то что было ближе погуглил ближе было ближе всего именно по локации и парнишка вот мне нравится когда люди действительно профи в своем деле потому что ты можешь быть каким-нибудь менеджером заслуженным и по сути ты на хрен никому не вперся а вот если ты еще на монтажник причем хороший талантливый без тебя никак тебе все поедут никуда не денутся так вот и быстро быстро починить колесо блин вместе с чаевыми 20 евро вышло вообще супер я был очень впечатлен наверно также как сейчас я впечатлен работой этого ножа потому что под разговор так поберегись и ведь в багажнике мой любимый топор от розели вот что мешало чик трак бах и все но нет мы комсомольцы любим сложности если уж трахаться то стоя на одной ноге в гамаке в противогазе примерно так я даже не вижу куда эта хрень у меня улетела ладно давайте подводить итоги нашему собранию потому что это действительно начинает терять утрачивать какой-либо смысл какие-никакие мы здесь какие-то прям аж запахло даже древесиной вот как в столярной мастерской какие-никакие мы сейчас какие-то здесь потуги действительно сделали вы видели количество вы видели количество ребята этих ням 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 сучков всяких разных вариантов то есть несмотря на присутствие колышков нагрузка сейчас на вот эту линзу была дана просто скажем так премиально и просто построгаем какие-то твердые твердые деревяшечки вот у нас оливка прям стружка стружка взрослая такая так вот у нас дубы шуба дубы построгаем 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 редкая птица долетит до середины Днепра и далеко не каждый нож на канале Архадыр вот этот вот каменной твердости дуб строгал с такой легкостью теперь одну секунду я прямо при вас еще раз пошарю в закромах поскребу свои сусеки так сказать на предмет бумажки мне как-то крайне крайне обидно что я не взял с собой блокнот ну что за мудак а блин ну как можно быть таким кретином нет не взял здесь какие-то не знаю бессмысленно резать упаковку от пластыря даже не знаю что там будет ну вот по факту резанул вместе с пластырем то есть чисто визуально и причем у меня нет никаких сомнений кромка здесь осталась безупречной то есть совы это шикарнейшая эргономика совы это удержание кромки в каких-то просто фантастических я не знаю вот в каких-то реально ну просто совершенно невозможных нагрузках удерживается кромка то есть это прям вот плюс самое главное что еще ребят вы видели как все как я все долбашил и так далее так далее не будем вспоминать кто но бывали ножи которые просто рассыпались в рукояти от таких нагрузок здесь все четко монтаж как говорится выдержал поэтому поэтому вот ну и конечно же если брать сов то обязательно в мистер чили почему потому что вам там все объяснят просто напишите что вы от архадыра или в строку промокода вбейте слово архадыр и вы будете очень очень приятно удивлены все всем отличного лета спасибо за просмотр всего доброго пока спасибо